всем добрый день сегодняшняя наша тема это каузативная форма но это такая в русском языке такой формы нет значит о чем здесь речь данная конструкция используется для обозначения действия выполняемого кем-либо для лица обозначенного подлежащим обозначенного подлежащим то есть например мне постригли волосы значит можно добавить что именно парикмахер постриг не волосы значит мне были пострижены волосы парикмахером вот так это в русском языке будет звучать в английском языке это не коряво это нормальная форма значит или там мне поклеили обои в комнате это вот как раз про это значит так строится каузативная форма мы с вами берем вспомогательный глагол have или has если речь пойдет о настоящих временах и вообще в принципе глагол have здесь будет меняться по временам все остальное будет основной глагол оставаться в третьей форме только глагол have мы будем изменять по временам значит итак present simple если мы возьмем форму активную то есть когда сам человек для себя совершает какие-то действия то это будет выглядеть так she designs this dress она разработала дизайн этого платья если же для нее был разработан дизайн этого платья и это как раз кузнативная форма то будет такая вот такое предложение she has this dress design и мы видим что this dress вот этот вот объект который был для человека сделан он вставляется между формой передающие время глагола have и основным глаголом designed который у нас в третьей форме вот таким образом нужно вставлять предмет то что было сделано для человека именно между вспомогательным глаголом и основным значит время present continuous через дизайн без драз она делает она разрабатывает дизайн платья если для нее разрабатывают дизайн платья в данный момент то будет так she's having this dress designed is having у нас с вами это вспомогательный глагол и значит потом мы ставим что именно для нее делается да да и стресс и потом основной глагол дизайн до третьей форме но если бы был правильный то с окончанием иди значит паст симпл чрезанин в и стресс она сделала дизайн этого платья если у нас берется кого затемная форма то будет she had the stress designed она и для нее сделали дизайн этого платья дальше паст континиус she was designing this dress ну например at five o'clock yesterday да если мы добавим она разрабатывает дизайн этого платья в пять часов вчера паст континиус у нас должен быть именно с указателем точного времени или периода времени в прошлом так если мы берем каузативную форму she was having this dress designed значит ей разрабатывали дизайн этого платья ну например то же самое от 5 о'clock yesterday и либо from 5-6 так теперь фьюч симпл будущее время she will design this dress tomorrow она сделает дизайн этого платья завтра и каузативная форма для нее сделают дизайн этого платья будет выглядеть так she will have this dress designed tomorrow так теперь фьюч континиус фьюч континиус у нас употребляется когда указывается точное время в будущем в которое будет которое будет проходить какое-то действие значит фьюч континиус she will be designing this dress at five o'clock tomorrow она будет делать дизайн этого платья в пять часов завтра и для нее будут делать дизайн каузативная форма she will be having this dress designed at five o'clock yesterday at five o'clock tomorrow завтра это будет происходить значит will be having это у нас фьюч континиус форма именно каузативную так дальше present that если сама она делает she has designed this dress today она сделала дизайн этого платья сегодня today это указатель present perfect потому что это незаконченный период времени так теперь каузативную форму she has had this dress designed today для нее сделали это платье сегодня present perfect continues she has been designing this dress for five hours for five hours for five hours она делает дизайн этого платья уже пять часов в течение пяти часов значит present perfect continuous это с какого-то времени действие происходит или уже сколько-то времени и каузативная форма she has been having this dress designed for five hours для нее делают дизайн этого платья уже пять часов так теперь past perfect she had designed this dress by last monday например она сделала дизайн этого платья к прошлому понедельнику значит past perfect это действие которое закончилось к какому-то моменту в прошлом или раньше какого-то события в прошлом поэтому предлог by является одним из основных указателей времени past perfect так значит теперь каузативная форма she had had this dress designed by last monday ей сделали дизайн этого платья к прошлому понедельнику past perfect continues she had been she had been designing this dress she had been designing this dress значит ей делали дизайн этого платья и каузативная форма she had been having this dress designed так значит она делала и теперь ей делали теперь инфинитив тоже возможен she wants to design this dress она хочет сделать дизайн этого платья инфинитив то дизайн значит и каузативная форма she wants to have this dress designed она хочет чтобы платье было сделано инговая форма тоже возможна she likes designing dresses ей нравится делать дизайн платья и she likes having dresses designed да и ей нравится когда для нее делают дизайн платья так значит если нам нужно сделать предложения отрицательными отрицательными то у нас с вами используется вспомогательный глагол давайте на примере Adam doesn't have his jumpers dry cleaned да значит здесь у нас have и has и к ним еще добавляется вспомогательный глагол значит doesn't have получается у нас и потом cleaned это у нас present simple если мы past simple возьмем например вопросительное предложение did you have your eyes checked тебе проверили твои глаза значит did у нас вспомогательный глагол have у нас остается в начальной форме так значит слово get может также использоваться вместо слова have в каузативной форме значит пример давайте did mary have or get her hair dried значит здесь have или get можно поставить совершенно без изменения значения значит mary покрасили ее волосы так хорошо ну также каузативная форма может употребляться вместо страдательного залога когда у нас речь идет о каких-то несчастных случаях или неудачных происшествиях например george had his car stolen from the car part это каузативная форма да и пассивный залог можно сказать с тем же самым смыслом his car was stolen from the car part и так все на этом с этой темой все значит мы с вами разобрали каузативную форму в временах разных как она у нас с вами выглядит значит это теперь надо будет закрепить упражнение все всем спасибо завершаем конференцию спасибо 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 спасибо